Добрый день! Вот по этой выкройке из журнала Бурда мы сегодня будем с вами шить красивое детское платье. Это будет обычное платье-трапеция, но из довольно-таки необычного материала. Посмотрите, я выкроила перед. Одна деталь со сгибом. И вот какой замечательный материал. Это рюши, нашитые на трикотажную сетку. Заднее полотнище же состоит из двух деталей, так как там будет проходить шов, а сверху будет располагаться застежка пуговичка. При пошиве данного материала нужно быть очень аккуратным, соединяя швы, так как все вот эти вот рюши должны, во-первых, совпасть, а во-вторых, попасть на шов. Также следует учесть, что наши рюши на переде и спинке должны совпадать на боковых швах. Поэтому, когда я выкроила планку, я перенанесла на нее метки, где располагаются рюши, а потом эти метки перенесла на спинку. Подклад у меня из тонкого трикотажа в тон основного материала. Его я выкраивала абсолютно так же, по тем же меркам, что и основную ткань, только по низу сделала на пару сантиметров короче. И начинаем шить с того, что соединим наш задний шов на спинке. Будем шить от метки, до которой будет у нас сверху разрез, и до низа. Задний шов мы сошьем как на подкладке, так и на основной ткани. Еще раз обращаю внимание, что вот эти все рюши должны попасть в шов, а также, еще самое главное, совпасть между собой. Заводим материал под лапку оверлока и опускаем иголочки точно в метку и строчим до низу. Шью я на оверлоке широким четырехниточным оверлочным швом иглы для трикотажа номер 75. Смотрите продолжение в следующей серии. Теперь прикладываем перед и спинку друг к другу лицевыми сторонами и прошьем плечевые швы. То же самое делаем и с основной тканью. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. После пошива проверяем, все ли рюши попали в наш шов. Теперь раскладываем основную ткань. На нее накладываем подклад, совмещаем плечевые швы и будем сшивать оба эти материала по горловине. Хочу обратить внимание только горловину. Задний разрез на спинке не трогаем. Хочу обратить ваше внимание, что изначально я решила шить платье таким образом, чтобы швы на подкладе смотрели на тело ребенка. Но потом, уже в процессе шитья, я поняла, что так будет некрасиво и некомфортно. И платье я переделала, чтобы швы смотрели внутрь платья, а не на тело. В принципе, у многих расходится мнение, куда должны смотреть швы на подкладе в открытом платье. То есть в платье, в котором низ шит низ. Поэтому вы смотрите, как вам удобнее, так вы и шейте. Но просто обратите внимание, что вначале я шью платье таким образом, чтобы подклад смотрел на тело. А потом я переделаю. Поэтому, если вы изначально хотите шить по-другому, то вам необходимо во время сшивания деталей основной ткани и подклада прикладывать их друг к другу лицевыми сторонами. Теперь этот шов я отстрочу на обычной швейной машинке со стороны подклада. Теперь сшиваем задний разрез. Сшивать его будем одним швом, выкладывая его в прямую линию. Предварительно на одну из сторон я вложу внутрь заранее сшитую петельку для пуговки. Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь будем сшивать одну пройму для рукава. Посмотрите внимательно, как я это делаю. Лицевую часть я веду поверху платья, а изнаночную подкладываю снизу и заворачиваю все платье, как пирожок, соединяя лицевую и изнаночную часть между собой. Тут надо быть очень внимательным, когда будете прошивать этот шов, чтобы другие ненужные детали платья не попадали в этот шов. Теперь получившуюся пройму выворачиваем на лицо. Музыка. 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 Теперь будем сшивать вторую пройму. Опять же, внимательно следите за руками. Мы соединяем лицевые части переда и подкладки. Вот так вот начинаем с одной стороны проймы и соединяем, соединяем их между собой с изнаночной стороны, вытягивая эти части изнутри. Музыка. Вот так вот выглядит уже прошитая пройма. И опять выворачиваем платье на лицевую сторону. Музыка. 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 вот как раз вот в этот момент я решила переделать подклад платья и повернуть подклад внутрь платья они в так чтобы он смотрел на тело и теперь мы будем соединять боковые швы смотрите как я это делаю соединяем боковые швы на переде и на подкладе и прошиваем их одним швом с одной стороны а после с другой мы соединили боковые швы и теперь внимательно проверяем чтобы все ирюши попали внутрь шва и посмотрите как замечательно теперь наше платье смотрится изнутри как и аккуратные швы на подкладе низ платья на основном материале я решила не обрабатывать так как эта сетка не сыпется и у меня встал вопрос а куда же отвернуть низ на подкладе внутрь к платью или так чтобы это подворот смотрел на тело ребенка я в общем измучилась и в итоге обработала низ подклада роликовым шмом да посмотрите как замечательно у меня это получилось и наше платье готово я пришила пуговичку и его осталось только хорошенько отпарить лучше всего конечно это платье гладить на парогенераторе дочка моя осталась этим платьем очень довольна а если вам понравилось это видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал а а а а а а Продолжение следует...